Спасибо всем, кто говорит, что у нас все эти 6 лет тренеру, команде. Спасибо родителям, которые поддерживают меня, моих начинания и успехов. Благодаря этим людям я сейчас добилась какого-то хорошего уровня. Тренер вспоминает, как 6 лет назад Настя впервые шагнула на игровое футбольное поле первого лицея. И тогда же поняла – обязательно докажет упорством и старанием, что может быть лучшей. Девочка оправдала все надежды. Не так давно из троих наших спортсменок в Москве выбрали Настю. Пришел вызов, и сегодня тренер, подруги по команде и родные девушки говорят ей напутственные слова. В футбол приходят только самые шуфтые, подвижные, инертные, тяжелые, но не занимаются футболом. А вот из таких и выбирали. Поэтому, ну что, это надо видеть, говорить не знаю. Сама Настя сейчас переживает. Тяжело уезжать от родителей, оставлять ставший родным клуб, прощаться с подругами. Она понимает, что в столице будет все по-другому. И если бы не закаленный характер, возможно, девушка дала бы попятную. Но не тут-то было. У Насти колоссальная поддержка. Даже целей таких не было. Изначально она у нас начинала с танцев. Но когда вот поступила в эту школу, и ее пригласили, мы сходили на первую тренировку. У нас стоял выбор между танцами и футболом. Ну, дочь сама выбирала футбол. Ну, как-то вот все это пошло, закрутилось. Ну, ей очень нравится. Мы не стали ей, так сказать, запрещать. Хоть это и не женский вид, но сейчас, в данное время, уже женский футбол начал развиваться сильнее, чем мужской. Конечно, очень переживаем. Будем скучать, это однозначно. Ну, она сейчас у нас уже достигла такого возраста, что нужно идти дальше. Она ставит цели, она их достигает. И мы надеемся, что все будет у нее хорошо. Мы ее в любом случае поддержим в любой ситуации. Это было очень волнительно и очень решающая для меня поездка. Изначально были смешанные чувства. Это все-таки профессиональный уровень, который многие достаточно в России достигли. И для меня это был неимоверный шок и непонятные ощущения. Это было все достаточно волнительно. Все-таки это новый уровень, другие тренера, другое восприятие футбола. Если мы здесь играем на любительском уровне, там это все более профессионально. Это более увлеченно, это более вкладывают все. Остается пожелать Насте успехов и громких побед в новой команде. Светлана Халитова, Радмир Загидулин, телекомпания «Салават».